Не надеялся. Слава Богу, да. Пойте Богу нашему, пойте, пойте цареву нашему, пойте. На хорах все поют здесь, да? Все? Прям все. На хорах не болтайте. Друг с другом. В телефоне не смотрите. Но некоторые есть специалисты, которые на хор там завлазят, значит, и успевают между возгласами в телефоне посмотреть, там, новости рассказать друг другу. Значит, надо на хоре служить надо ангельскую службу. И стремиться к тому, чтобы дух человеческий, насколько это возможно, был подобен духу ангельскому, чтобы всякое ныне человек отлагал житейское попечение. То есть вот по мере у вас хор наверху, значит, по мере поднимания вверх, значит, есть хоры внизу, там, как крылосы, там, справа-слева. Мы чаще внизу, если большой состав. Ну, тем не менее, поднимаю, значит, рот на замок и внимательно. Хористы должны быть дисциплинированы, реген должен быть строгий. Мягкий реген – это плохой реген. Реген должен командовать и не должны обижаться, потому что он, значит, отвечает за общую стройность исполнения. И даже если он не прав, его нужно слушаться, потому что от послушания зависит общая стройность хорового пения. Хор не должен, значит, это самое, мешать молиться. Вы сами должны молиться. Когда ты поешь и молишься, это задача второго порядка. То есть наилучше всего сначала молиться молча. Стоять в храме и открывать ухо для слушания того, что говорят, поют, читают и произносят другие. Когда от тебя требуется какая-нибудь работа в храме, речевая или деятельная, например, там, по наморю молиться тяжелее, чем прихожанину. Что он должен не забыть раздуть кадила, приготовить кипяток на теплоту, там, записки про честь, просфоры отнести, со свечой выйти. Как бы у него в голове есть целый ряд занятий. И если он посреди всего этого научится молиться, он будет не меньше священника, а иногда лучше его. Но в любой церкви, которая стоит и не разрушилась, кто-то один тянет на себя всех. Может быть их два, может быть их три. Они сами об этом не знают. Но не бывает так, чтобы 100% входящих в храм все были одинаково Богу угодны. Как правило, есть один, два, три угодных Богу, все остальные паровозиком тянутся, сами того не зная, за одним, двумя, тремя святыми людьми. Но в ваших силах пожелать быть такими людьми. Для этого нужно всякое ныне житейское отлагать по печенью. У вас у всех есть свои заботы, тревоги, всякие грызоты, у вас есть люди, которых вы любите, за которых переживаете. Всякое ныне житейское отложим по печенью. И не сметь разговаривать в храме ни на чем, кроме только молитвы Богу. Один святой так себе выпросил немоту. Он просил, говорит, Господи, да буду немой, кроме только, что в храме, чтобы молиться. И он заходил в храм, язык развязывался, он пел, читал псалмы и прочее. Выходил из храма, язык каменел, и он не мог рассказать ни слова. Такую немоту добровольную можно иметь и каждому из нас, если мы этого захотим, хотя бы в некоторой мере. Поэтому учитесь, изучайте, служите. Здесь у Бога какие-то свои какие-то меры. Он же смотрит на нас, он же не замечает, кто женщина, кто мужчина, кто старый, кто молодой, кто в церкви 25 лет, а кто 25 дней. Он по-другому смотрит, как бы он другой. Господь другой. С точки зрения всего того, что мы знаем, он ни на что не похож. Он совершенно другой. Поэтому бойтесь Бога. Надо иметь страх Божий, потому что он другой совсем. И он не будет судить нас так, как мы себе думаем. По-другому будет судить. И не тогда, когда мы думаем, а в другое время будет судить. Все по-другому. Страх Божий – начало премудрости. Середина премудрости – страх Божий. Конец премудрости – Божий страх. Поэтому бойтесь Бога. И пойте Богу нашему, пойте. Пойте цареве нашему, пойте. Яко царь всей земли Бог, пойте разумно. Так продолжается Псалом. Это прокимент третьего гласа воскресный. Но Псалом, из которого он взят, говорит нам, царь всей земли Господь, пойте Богу разумно. Впрочем, желаю вам жить долго, жить правильно. И жить так, чтобы со временем вселиться в бесконечное блаженство, которое существует во Христе Иисусе Господе наш. Больше ни в ком. Аминь и Богуслава. Спасибо. Спасибо. Спасибо.